всем большой привет и это две орхидеи которые помните я все решалось как посадить это вот те самые котлеи в интересной посадке в описании и в конце видео будут ссылочки на видео другие про эти орхидеи поэтому или заглядывайте туда или досматривайте до конца и жмите ну а теперь поехали и так мне очень понравилась эта посадка я не переживаю что я залью вот эти нижние бульбы потому что у нас здесь большие куски лавого камня плюс пробка так и я знаю что вот здесь вот корешкам будет влажно потому что здесь уже кора сверху мог мог не влажный мог таких ситуациях нужен для того чтобы не дать пересохнуть вот этому слою субстрата то есть вот этот мог он испаряет влагу остается сухим а вот здесь вот влага сохраняется дольше так вот такой блок пробка вы и как вы видите беленькие корешки вниз по блоку пошли поворачиваем вот этот вот товарищ который просто вгрызается в блок честно очень меня удивляет потому что корешки они такие нежные мы все время боимся повредить все и тут он просто в эту пробку въедается на видео не видно но вот с этой стороны получается тень к сожалению и так не заглянешь там тоже по блоку вниз уходят корешки и вот он новый рост я безумно довольна ура ура бульбы ну честно вам скажу котлеи у меня всего ничего два года и я еще тот сушист великий поэтому да они у меня худеют сильно пока я подстроюсь набью руку вот но опять таки адаптация для меня вот это вот это в принципе нормальное состояние поначалу потом все приходит в норму ну а что делать не могу и не люблю я часто и много поливать переживаю я боюсь загнать поэтому сушу все что могу сушу но вот он новый рост и кстати давайте сейчас вторую порассматриваем а потом я договорю уже то что хочу так посадка точно такая же и корешочки вон они и к блоку пошли вниз пошли их много и так не хочется а не хочется и не получается в общем ну тут кусочек коры я накрыла там очень много корешков они пошли вниз если вы видите рядом с моим пальцем парочку всего лишь и вот получилось вон они митю закапываются и здесь уже вот такой новый рост вот такой он классный я в диком восторге и смотрите у нас сейчас октябрь причем уже вторая половина октября и у меня пошли новые росты и такой дополнительный ответ на вопросы видео вот почему я использую досветку обязательно в темное время года у меня работает для всех дополнительное освещение и это то почему я использую также удобрение и осенью и зимой потому что многие зимы полностью исключают нет я использую удобрение и зимой до орхидеи их получают зимой гораздо меньше потому что полив гораздо реже и я никогда не использую полную дозу удобрений но вот эти вот товарищи будут развиваться я хочу чтобы из них выросли хорошие напитанные полноценные бульбы я не люблю вот этих вот не до рост и 6 зимних потому что ну темного плюсы я не кормила поэтому она такая плохая выросла но ничего весной нарастет хорошие нет меня это реально не устраивает я такое не люблю и я считаю так если орхидея растет она показывает тебе вот я расту я активная мне нужно помочь что ей нужно помочь ей нужно ей нужны эти питательные вещества несмотря на то что за окном зима и все равно нужны питательные вещества чтобы вырастить рост ей нужен этот дополнительный свет если у вас мало света из окон да то ей он нужен чтобы вырастить хороший полноценный рост за счет которого она будет жить опять-таки если это все не давать кроме того что рост вырастить никакой ну может у кого-то какой орхидея на это потратит огромные усилия очень много и потом весной может дать прирост хуже может резко сократить вообще свою куртину до зажелтив задние бульбы и прочее прочее в общем очень очень много различных факторов и поэтому я зимой не кормлю тех кто у меня в покое те кто отдыхает те кто ничего не растит и это даже фаленопсисы есть фаленопсисы который вот он замирает у него ничего не растет корешки все закрыты ни листьев ничего я их просто когда-никогда поливаю не даем особо пересыхать и все прекрасно живут но вот те те кто активны у кого что-то прям вот очень растет я их всегда подкормлю поэтому совет о том что зимой не надо кормить ну он такой немножко не уходить просто до зимой у многих орхидей период покоя поэтому в принципе их не подкармливают но случаи бывают разные и очень любят активно зимой гибриды например всякие расти и цвести поэтому я бы не лишала орхидей которые активничают в такое время подкормок потому что на самом деле в такое время им как никогда нужны подкормки потому что не так активно проходит фотосинтез они не вырабатывают собственные элементы и глюкозу тужи и прочее прочее внутри себя для того чтобы им было из чего расти и и мы должны им помогать ну что ж на этом буду заканчивать всем большое спасибо за просмотр а уже в начале видео рассказала что переходите в описании и в конце видео тоже будут вылазить всякие подсказки на видео поэтому не стесняемся жмем ставим лайки подписываемся на канал чтобы не пропустить новое видео жмем на колокольчик и и всем еще раз огромное спасибо солнечных дней пышных цветений пока пока